Здравствуйте друзья! Уроки 10 серии моего цикла видео обзоров по работе системы управления умным домом Home Assistant будут посвящены практическим кейсам по решению тех задач, которые можно отдать умному дому. И в первой серии мы рассмотрим альтернативный способ описания сущностей в Home Assistant, который называется Package, и сразу используем его в практических примерах по управлению освещением. В предыдущих уроках для описания различных сущностей мы использовали отдельные разделы, указываемые в Configuration YAMP, светильники, сенсоры, бинарные сенсоры, свечи и т.д. И при написании автоматизации нам приходится пользоваться данными, которые разбросаны по нескольким разным файлам. Package позволяет объединять эти данные в одном файле, что часто бывает удобнее. Сразу уточню, что обе схемы описания сущностей под именами в Package прекрасно сосуществуют параллельно, отказываться от одной для использования другой не нужно. А теперь давайте приступим к практике. Package необходимо также прописать в файле Configuration YAMP в разделе Home Assistant. Сразу укажем отдельную папку, куда и будем складывать Package в виде отдельных файлов. Создаем эту папку. Создадим новый файл. Для удобства я назову его по номеру урока unit10.1.example1. Первая строка без отступов это название Package. Используем свое, желательно какое-то осмысленное имя. Теперь можно начать создавать разделы сущности, аналогично тому, как это делалось в Configuration YAMP. Например, пропишем светильник для нашего примера из домена E-Line. Теперь давайте проверим конфигурацию и перезагрузим сервер для применения новых настроек. После перезагрузки в меню состояния проверяем, появился ли новый светильник. Все в порядке. Причем это не единственное светильник E-Line в системе. Есть и другие, которые прописаны первым способом в разделе E-Line. Оба варианта работают одновременно и нормально. Теперь перейдем к примеру. Имеется светильник, который мы только что прописали. Датчик движения, который доступен из интеграции. Например, Xiaomi Shluza и RizikBit UAMQTT. Вот они на отдельной карте Lovelace. Кроме этого, есть логический выключатель Акара. В Lovelace выводить его смысла нет. Сделаем базовые автоматизации для работы люстры. В том же пакетже открываем новый раздел автоматизации. И первое это включение света. На учебном сервере автоматизации отключены. Вы же ставьте статус True. Триггер нажатия на кнопку выключателя Акара, либо активация датчика движения. В условиях свет выключен действие включения света. Вторая автоматизация – выключение. Тут все похоже. Только в триггерах датчик движения должен быть выключен в течении 5 минут. А в условиях люстра включена. Подобные примеры мы уже рассматривали в видео уроках. Для применения перезагружаем автоматизацию. Видим, что они появились в списке сущностей. Посмотрим, как они работают. При активации датчика движения свет включается. А после того, как датчик движения 5 минут будет без движения, он выключится. Это проверенная и отработанная автоматизация, но они имеют ряд подводных камней. Первый. Если люстра по какой-то причине включится, когда в комнате никого нет, например, из лоблейса, или мехом, или пульта, или по восстановлению подачи электропитания, датчик движения не сможет его выключить, так как он находится без движения и намного больше 5 минут. Начнем с устранения этого недостатка. Вернемся в файл пакаджа и создадим новый раздел бинарных сенсоров. В нем создадим сенсор шаблона, который будет учитывать состояние светильника и датчика движения. Назовем его автоотключение. Он будет активен, когда люстра будет включена, а датчик движения выключен. В зависимости от его состояния он будет менять свою иконку. Сразу поставим его в триггере «Автоматизация выключения» и укажем карточки интерфейса. Но для того, чтобы новый сенсор появился, нужно перезагрузить инстант. Новый сенсор появился в системе. Он становится активным, если включается люстра, а датчик движения выключен. Если движение регистрируется, датчик выключается. Тем самым, даже если движения давно не было, автоматизация отработает. Но я забыл исправить в автоматизации еще одну строку. Выключать свет надо по состоянию включения нового бинарника в течение пяти минут. Следующая доработка кейса – это управление яркостью в зависимости от времени суток. Указывать ее в автоматизации включения слишком примитивно. Сделаем так, чтобы не было разницы, как включать люстру. Пультом, диммером, через мехом. Сначала создадим бинарные сенсоры времени на платформе TOT, Time of Day. Дневной и ночной. День с 9 утра до 9 вечера. Ночь с 11 вечера до 7 утра. Остальное – это утро и вечер. Теперь создадим автоматизацию яркости. Триггером будет включение люстры. Поэтому и не важно, как именно она была включена. Автоматизация или, например, пульта. Действием будет сервис включения этого же светильника, но уже с указанием яркости. Яркость будет подбираться в зависимости от времени. Ночью это будет 25%, днем 100%, утром и вечером 70%. Цветовую температуру я не меняю, но при желании ее можно настроить аналогично. Следующая доработка – это изменение времени автоматического отключения в зависимости от времени суток. Вечернее и ночное время сделать меньше, а днем больше. Для этого создадим новый раздел – таймеров. В нем создаем таймер, в котором нужно задать его техническое имя, френдлины и длительность по умолчанию, например, 10 минут. Пора еще разок перезагрузить инстант, чтобы активировались все описанные сущности. Добавим все сущности в интерфейс LowLate, оба датчика времени и таймер. Теперь можно вернуться в пакеджи, заняться автоматизацией. Первое – будет включать таймер и триггером будет созданный нами бинарник, а точнее его включение. Время для таймера будет задаваться в зависимости от времени суток. Три минуты ночью, пять минут утром и вечером, и десять минут днем. Второе, соответственно, будет выключать таймер. Тут тоже используется сенсор шаблона, при его отключении сбрасывается таймер. Вот так работает автоматизация. Свет включился, движения нет, начался обратный отсчет. Движение появилось, таймер сброшен. Движение прекратилось, снова обратный отсчет. Люстра отключена вручную, таймер сброшен. Теперь вернемся в пакедж и в автоматизацию отключения света вместо сенсора, ставим событие завершения обратного отсчета таймер. Вот в чем заключается главное удобство использования пакеджа. В одном файле у нас есть все необходимые нам сущности для организации автоматического управления освещением в частном конкретном случае. От светильника до сенсора и собственно автоматизации. Рассмотрим в этом уроке еще один кейс по автоматизации освещения, немного с другими параметрами. Я создам еще один файл пакеджа и назову его пример 2. Светильник я создавать не буду, а просто перенесу его, используя шаблон первого пака джейс-файла e-light. Хотя это не обязательно, можно оставить его и там, просто для наглядности. Теперь сделаю две простые автоматизации на включение и выключение, причем включение с заданной яркостью 100%. В этом кейсе будет два варианта включения освещения. Тот, что мы прописали, ручной. И автоподсветка с меньшей яркостью, которая будет использоваться в том случае, если в комнату зашли ненадолго, например, что-то взято. С включением проблем нет. Это почти копия сценария ручного включения, только по датчику движения с меньшей яркостью. А вот для выключения нам нужно как-то различать, как свет был включен вручную или автоматически. И для этого можно использовать шаблонный сенсор, пример которого можем взять из первого паккеджа. Но здесь добавляем еще один параметр, атрибут яркости. Она не в процентах, а в шкале до 255. Система будет считать автоподсветкой яркость менее 250, а это примерно 98%. Проверим корректность работы в редакторе шаблона. Для применения нового паккеджа, новой сущности перезагрузим инстанс. Пора создать вторую карту в Lovelace. Проверяем, как работает сенсор. На максимальной яркости он выключается, если ее снизить, включается. Теперь можно сделать сценарий на отключение автоматической подсветки. Я в таких случаях не ставлю задержек, свет отключается сразу после выключения датчика движения. Давайте добавим дополнительные условия, например, датчик освещенности, который будет регулировать яркость подсветки. Это пригодится для комнат с окнами и естественного освещения. Добавим в условия, если уровень освещения выше 15000 люкс, то автоподсветка включаться не будет. В действие добавим регулировку яркости. 40% если уровень выше 10000 люкс, 50% если больше 5, но меньше 10000, и 60% если ниже 5000. Проверим в шаблонах. При нулевой освещенности яркость освещения включается на 60%. А если я включу свет, то шаблон отдаст минимальное значение в 40%. В этом кейсе используется ZigBee датчик освещенности с диапазонами измерений до 83000 люкс. Светильник запоминает свою последнюю яркость, она меньше 98%, и поэтому из интерфейса его теперь нельзя включить. Автоматизация автоотключения будет сразу его отключать. А вот работа автоматической подсветки. В случае если в комнату кто-то зашел не включая свет вручную, отрабатывается сценарий включения, в данном случае на 60% яркости. После того как датчик движения переходит в статус выключена, подсветка отключится. При этом на включенный вручную свет эта автоматизация реагировать не будет. С точки зрения практики, тут конечно надо добавить автоматизацию или таймер на этот случай. Но с точки зрения урока я уже об этом рассказал в первом примере. Небольшой бонус для тех кто досмотрел до конца. Две одинаковые карточки, но на одной человечек подсвечено, а на другой нет. Для подсветки активных сенсоров в карте сущностей нужно указать параметры State Color Tool. И тогда активные иконки будут подсвечиваться. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Много интересных новостей, а также купоны, акции и распродажи по тематике умного дома, можно найти в моем телеграм канале, ссылка в описании под этим видео. До новых встреч!